Петропавловский форум Смог получиться, поэтому, что как раз именно агентство и было застрельщиком, и инициатором, и организатором этого форума, потому что приехали действительно очень серьезные эксперты, да, это и представители федеральных министерств, это представители хансалдинговых компаний, это эксперты, которые уже реализовывают эти проекты. И польза как раз заключалась в том, что участники дискуссии не просто слушали какие-то теоретические умозаключения или теоретические разработки, а участники дискуссии обсуждали и опыт, наработанный опыт в других регионах, который можно было бы применить у себя на территории. Такой форум мы проводили первый раз. И то, что были вовлечены в этот форум все отрасли экономики, это было очень важно. И причем она проходила два дня, разные секции, мы практически все отрасли затронули и разбирали их по кусочкам. И соответственно она дала возможность понимания каждому предматерию, что ожидает нам на Камчатке, чем надо заниматься, на что надо обратить внимание. Мы живем в особых условиях, мы не Москва и не Санкт-Петербург. Там бизнес, конечно, себя очень хорошо чувствует, но мы стойкие, мы двигаем экономику и делаем все возможное с тем, чтобы что-то у нас получилось. Были привезены с материка выступающие спикеры, докладчики, модераторы. Форум был интересный, зажигательный, можно сказать. Много нового привезено из опыта материковского для наших предпринимателей. То, что рассказывали модераторы, то, что рассказывали спикеры. Было чему поучиться. Узнали. Еще раз было освещено нашими министрами, насколько мы развиваемся вперед. Основной темой финального дня форума стала перспектива формирования кластеров в Камчатском крае. Формированием Центра кластерного развития поручено заниматься корпорации развития Камчатки. Предстоит работать по трем направлениям – туристическому, рыбохозяйственному и агропромышленному. Кластер – это объединение предпринимателей, которые совместно решают общие задачи развития бизнеса и расширения рынков сбыта. Что это позволит сделать уже в этом году? Помочь консолидировать бизнес вокруг общих целей, отраслевых целей. Помочь бизнесу продвинуть свою продукцию. Помочь бизнесу создать единый бренд. Помочь бизнесу представить себя в том числе на международных выставках. Помочь бизнесу с образовательными проектами, что очень важно. Кластер будет эффективно работать, если его участники будут думать на перспективу и принимать опережающие решения. То есть не ждать, когда им кто-то подготовит кадры, а инициативно выходить на вузы с программами подготовки. Не ждать, что им кто-то снимет какой-то административный барьер, а самостоятельно формировать законодательные инициативы и через руководство кластеров выходить на снятие этих административных барьеров. Не ждать, когда кто-то разработает какие-то технологические решения, а самостоятельно, совместно, объединяя усилия, вводить новые технологии, инновации, новые способы производства, новые способы работы с рынком. Не ждать, когда приедет какой-то иностранный партнер и захочет купить, а самим коллективно выходить на рынки. Безусловно, было полезно. Вообще мы приехали передать свой опыт, знания наши в строительстве кластера аквакультуры и рыбного хозяйства. У нас, большая часть нашего опыта состоит именно в создании кооперационных цепочек. От самой продукции до реализации ее в торговые сети. Вот это мы создаем полный замкнутый цикл производства. То есть от икринки, которую мы производим, до готовой продукции. Это вот копченые и соленые продукции в магазинах, а в основном в сети. Гости и участники форума также обсудили перспективы реализации экспортного потенциала Камчатского края. Было отмечено, что всем предприятиям региона, работающим в этом направлении, необходимо активно внедрять инновационные методы работы, изучать рынки и объединять усилия для наращивания экспорта. Для этого на Камчатке создадут региональный экспортный центр. Уже с этого года будет внедряться региональный экспортный стандарт, который включает в себя разработку экспортной стратегии, формирование реестра экспортов, анализ регионального и федерального законодательств, а также подготовку предложений для формирования благоприятного правового поля и многое другое. Для нас сегодня очень важно не только увеличить количество экспортеров, но и изменить, увеличить ассортимент экспортируемой продукции. Мы понимаем, что сегодня в основном, конечно, это рыбная продукция и никелевые руды и концентраты в Китай. И сегодня основными странами, с которыми мы работаем, это Корея, Япония и Китай, и нам необходимо расширить и спектр и наших агентов, с которыми мы работаем в зарубежных странах. Основные задачи будет решать в том числе и экспортный центр, который будет проводить каждого субъекта малого и среднего предпринимательства от начальной точки, только от идеи создания экспортного продукта до вывода его на международный уровень. Участники конференции также не прошли мимо вопросов, касающихся основ развития экономики Дальнего Востока. Экономика Дальнего Востока развивается, как я уже сказал, через так называемые торы и режим СПВ, который привлекает большое количество инвесторов, которые открывают новые предприятия. Новые предприятия – это большей частью современные предприятия, где работает высокотехнологичное оборудование, и требуются специалисты новых отраслей экономики с высокой квалификацией. Таких может не оказаться ни на Дальнем Востоке, ни в принципе в Российской Федерации. Поэтому наша работа ведется по двум глобальным направлениям. Первое – это привлечение кадров, в первую очередь, с Дальнего Востока, если таких специалистов нет, то и с Центральной России. Во вторую очередь – это обучение и переобучение специалистов, находящихся на Дальнем Востоке. Помимо всего, в рамках заключительного дня форума Фонд «Наше будущее» и Союз молодых предпринимателей подписали между собой соглашение о сотрудничестве и партнерстве, которое поможет камчатским социальным предпринимателям обрести устойчивую позицию, а также получить различную поддержку от заинтересованных федеральных структур. Я думаю, что это соглашение даст возможность аккумулировать силы разных структур, которые помогут в развитии и становлении молодых предпринимателей в разных регионах России. Ну и, соответственно, такой толчок для вообще развития предпринимательства. Здесь мы будем развивать как молодежь, так и предпринимательство, малый бизнес, средний бизнес, так и, конечно же, школьников в рамках их первичной профориентации по направлению бизнеса и предпринимательства. В данный момент у нас состоялось подписание, соглашение о партнерстве с Фондом «Наше будущее». Оно нам поможет быть сильнее и даёт нам новые возможности для нас и наших членов. Отметим, что инициаторами проведения Камчатского форума предпринимателей выступили Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края, Автономная некоммерческая организация, Агентство по технологическому развитию, Корпорация развития Камчатки и Камчатский выставочный центр. Продолжение следует...